Человек, как и все живые организмы на Земле, рождается с правильным механизмом дыхания. Но по мере взросления и под влиянием привычек цивилизованного мира, это умение он постепенно утрачивает. Большинство людей вообще не обращают внимания на то, как они дышат. Их дыхательные движения становятся поверхностными и небрежными. Другими словами, кислород вдыхается только в необходимых для поддержания жизнедеятельности количествах. При этом большинство химических реакций в теле просто не происходит из-за его нехватки. И это приводит к сокращению жизни, истощению и ухудшению здоровья. Человеческий организм испытывает на себе действие воздуха в течение всей своей жизни непрерывно. Когда мы вдыхаем в себя находящуюся в воздухе энергию, она накапливается в нас, как в аккумуляторах, которые вбирают в себя электричество. Таким образом укрепляется наше физическое тело и наша внутренняя психическая сила. Все мы привыкли дышать определённым образом. Но, как это ни странно, существуют самые разнообразные типы и виды дыхания. Наши предки знали и умело использовали дыхательные упражнения для лечения и профилактики болезней. Итак, наша дыхательная система, кроме насыщения физического тела кислородом, также активно задействована в питании наших тонких тел жизненной энергией, разлитой в пространстве. Её называют праной, ци, живой, иногда режей, то есть тем, что находится между частицами воздуха и не является им. Питание этой энергии — такой же естественный для нас процесс, как и дышать воздухом. И точно так же эта способность у современного человека атрофирована до уровня поддержания жизни и не более того. Между тем, эта энергия является неотъемлемым компонентом нашей жизни. Это тот, так сказать, оперативный ресурс энергии, на котором мы действуем каждый день, наше энергетическое топливо. И, разумеется, нам должно его хватать. И освоение такого взаимодействия с энергией является одним из условий духовного развития человека. Существовали и более простые, можно сказать, бытовые способы быстро подпитаться силой из окружающего пространства. Например, в мазыгской, афенской среде был такой способ, назывался «бусать режу». «Бусать» значит пить, реже — та сила, которая разлита в воздухе между его частицами. Делается это так. Полностью успокаивается дыхание. Дальше вдох делается не как обычно, а как будто мы носом пытаемся втянуть воду через трубочку, но без усилий, а так, чтобы это было как будто незаметно. Медленно и без суеты втягиваем. При этом почти не будет чувствоваться движение воздуха, но будет происходить ощущаться некое наполнение грудной клетки. Под носом может чувствоваться небольшой холодок. Выдох делается также медленно, аккуратно, как будто мы боимся расплескать накопленное внутри. Так можно побусить какое-то время до ощущения достаточности. И что важно, это абсолютно безвредные упражнения. Им практически нельзя себе навредить. Другое упражнение, которое можно порекомендовать и которое может оказать существенную пользу вашему организму — дыхание всем телом. В этом упражнении участвует всё тело и особенно кожа человека, через которое поступает наибольшее количество энергии извне. Вспомните, ведь с давних времён и по сей день доктора неизменно рекомендуют для общего оздоровления воздушные ванны. Энергию человеческое тело может набирать разными участками. Поэтому методика упражнения основывается на том, чтобы каждый вдох мысленно направлять на определённый участок тела, акцентируя на нём внимание именно на момент вдоха. Для выполнения данного упражнения можно смело избавиться от одежды. Пусть как можно больше воздуха касается вас. Ощутите, как выходит из вашего тела и входит в него воздух. Он втягивается носом, проходит внутрь вашего тела и достигает лёгких. Помните, что каждая его частица предназначена лишь для одного — дышать. А ваша кожа — тоже часть этой удивительной системы. Почувствуйте, как воздух очищает ваше тело, необычайную лёгкость, даже небольшое головокружение. Вы не просто занимались дыхательной гимнастикой. Вместе с воздухом вы выдыхали из себя все болезни, всё зло. По мере тренировок, развития постов открываются каналы на коже, то есть поры раскрываются особым образом. И человек приобретает способность дышать через всё тело. И, соответственно, у него, когда эта способность раскрывается, то ему нужно совершенно меньше еды на, скажем, ну, уже 20%. С помощью приёмов дыхания можно также очищать свои энергоструктуры. Для этого можно воспользоваться приёмом «очистительное дыхание». Как правило, этим дыханием заканчиваются все оздоровительные процедуры, основанные на дыхании. Займите удобное положение по своему желанию, сидя или стоя, но обязательно с прямой спиной. На вдохе выполните полное дыхание, задержите его на несколько секунд. Затем с силой толчками выдыхайте воздух через сложенные трубочкой губы, пока воздуха в лёгких не останется. После каждого толчка обязательно задержите выдох на секунду. Остановитесь, а затем выдыхайте следующую порцию воздуха. Сконцентрируйтесь на том, чтобы каждый толчок выдыхаемого воздуха делался с силой, и чтобы щёки при этом не надувались. Такое упражнение максимально очищает энергоструктуру вашего тела от чужеродных или неблагоприятных контактов. Научившись очистительному дыханию, мы подготовим свой организм к приёму целительной энергии. Это упражнение будет действовать необыкновенно освежающим образом на усталого и утомлённого человека. Очень полезно тем, у кого большая нагрузка на речевой аппарат. Но необходимо практиковаться до тех пор, пока оно не будет исполняться легко и естественно. Значительное влияние на наш организм, а также на энергетические структуры может оказывать не только непосредственная работа с дыханием, но и такая практика, как его задержка. При этом различают варианты задержки дыхания на вдохе и задержку на выдохе. Ещё один способ заключается в том, чтобы использовать задержки дыхания. Определённое удержание внутренней задержки, мы, например, вдохнули и сделали задержку. И внутри нас, в каналах, начинают выгорать вот эти все наши болезни, омрачения, всё неблагое. Техника задержки дыхания на вдохе поможет быстро восстановиться и привести организм в тонус. Упражнение лучше выполнять в положении лёжа, чтобы в лёгких не оставалось свободной, неизрасходованной энергии. Лёжа на спине и расслабившись, начинайте выполнять полное дыхание. Затем на вдохе задержите дыхание максимально долго. После этого мощно вдохните воздух через рот. Ещё наши предки отмечали тот факт, что при длительной задержке дыхания в организме человека начинается энергодефицит. На этом и основано лечебное воздействие задержки дыхания. При выполнении данной техники не забывайте следить за состоянием своего организма, своими ощущениями. Так задержка дыхания до 20 секунд поможет организму оптимально усваивать кислород. У этой техники отсутствуют противопоказания, и она доступна каждому. Задержка на более длительное время, до 90 секунд, оказывает усиленное влияние на весь организм, улучшая его функции. Она безопасна для здорового человека, однако может таить в себе опасность для людей, имеющих заболевания сосудов, сердца, нарушения кровообращения. Имеющим подобные заболевания, необходимо выполнять её только под присмотром опытного наставника. Задержка на вдохе более 90 секунд способствует обновлению и активации возможностей тела и психики. Её следствием является накопление в крови углекислого газа и усиленное поглощение кислорода всеми клетками организма. Это приводит к ускорению регенерации, обмена веществ и общему восстановлению тела. Но при такой длительной задержке необходим строжайший контроль за своим состоянием и предварительные подготовительные тренировки с плавным увеличением продолжительности цикла. Иными словами, задерживая дыхание на выдохе, вы на длительное время обеспечиваете стимуляцию обмена веществ, и одновременно организм получает энергию, так ему необходимо. Такая практика полезна для снятия стресса, преодоления депрессии и излишней агрессии. Кроме того, эта техника помогает раскрыться резервным возможностям, скрытым в организме, и буквально обновляет нервную систему. Упражнение «Задержка дыхания на выдохе» поможет очистить сознание от лишней суеты, нормализовать эмоциональное состояние, очистить подсознание от привнесённых программ. Упражнение выполняется лёжа. Необходимо какое-то время подышать полным дыханием, восстанавливая медленный, спокойный режим дыхания. И когда почувствуете, что дышите ровно, легко, свободно, без суеты, расслабленно, один из выдохов сделайте максимально полным и дальше просто не вдыхайте воздух. У вас может появиться ощущение замкнутого горла. Это верхний горловой замок, как называют его в йогических практиках Джаланхара Бандха. Постарайтесь не делать вдох как можно дольше. Вы очень ясно увидите, насколько беспокоен ум, который будет ситуацию вынужденного дискомфорта интерпретировать как угрожающую и начнёт уговаривать вас сделать вдох, несмотря на то, что тело себя хорошо ощущает. Практики задержек дыхания, кроме прочего, утончают работу сознания, настраивают его на более высокочастотную работу, на более тонкое восприятие реальности. В том числе помогают и устанавливают связь с высшими энергиями. За счёт того, что сознание очищается от всего наносного, оно становится свободным, в том числе и получать информацию из единого информационного поля Вселенной. Поэтому при таких практиках вполне возможно какие-то просветления, прозрения, получение некой новой информации. Дыхание, улучшающее работу памяти. Если в результате стресса вы почувствовали, что память и способность концентрироваться ухудшились, не спешите паниковать. Любой стресс ухудшает дыхание тканей, потому что в состоянии тревоги человек начинает дышать поверхностно и часто, уменьшая поступление кислорода к мозгу. Вам помогут дыхательные упражнения с глубокими вдохами. Они насытят мозг кислородом и вызовут приток крови к тканям. Стоя с ровной спиной, нагните голову и начните медленно втягивать носом воздух. Затем поднимите голову вверх и с открытыми глазами задержите дыхание на 8-10 секунд. После снова наклоните голову, сложите губы трубочкой и медленно выдыхайте до самого конца. Почувствуйте, как воздух входит в вас и выходит из лёгких. Повторяйте это упражнение 4 раза. 4 вдоха и 4 выдоха. Выполнять данное упражнение достаточно один раз в день на протяжении 20 дней. Память будет просто прекрасной. Дыхательные упражнения и всевозможные практики существуют у многих народов мира. Одна из наиболее известных обывателю, пожалуй, древняя духовная практика йога. Сегодня трудно найти человека, у которого бы не было представления, хотя бы смутного, о том, что это такое. Восточные учения особо подчёркивают одну важную деталь. Наше дыхание определяется не только нашим питанием, но и в значительной мере состоянием нашего сознания. Практически все негативные мысли или эмоции мгновенно вызывают учащение и утяжеление дыхания. Проанализируйте, как мы дышим, например, под влиянием гнева или обиды. Эмоции же высокого порядка, наоборот, вызывают умиротворение и дыхание становится естественным. А в состоянии духовного транса дыхание почти полностью останавливается. Восточные практики сравнивают ум с водной гладью, а беспокойство ума — с рябью и волнами на воде, которые искажают видение человека и лишают его способности ясно мыслить. Дыхание и ум тесно взаимосвязаны. Спокоен ум — спокойно и наше дыхание. Возбуждён ум — возбуждено и наше дыхание. Но существует и обратная связь. Поэтому во всех медитативных практиках огромная роль отводится успокоению контроля ума посредством успокоения и контроля дыхания. Некоторые виды дыхания можно встретить не только в дыхательных упражнениях йоги, пранаямы, но и в древних упоминаниях о войнах магах, характерниках. В ряде регионов России и Украины до сих пор ходит информация о войнах, которые отличались с особым боевым искусством и сверхчеловеческими способностями. Это была воинская элита. Таких войнов называли казаками-характерниками. Об этих удивительных войнах мы ещё будем обязательно рассказывать, поэтому не забудьте подписаться на наш канал. Считалось, что характерники унаследовали древние ведические знания волхвов, подвергнувшихся жестоким гонениям после принятия христианства на Руси. Если верить хроникам прошлого, то характерников не брали ни огонь, ни вода, ни сабли, ни стрела, ни даже пуля. Но об этом в следующий раз. Казаки также понимали значение правильного дыхания как в жизни, так и в бою. И поэтому на основе упражнений, помогавших им управлять личной энергией, уделялось немало времени и сил. Для прокачки своих физических и энергетических способностей характерники использовали следующие упражнения. Первое – дыхание сокола. Короткий вдох – 1 секунда и длинный выдох – 7 секунд. Такое дыхание развивает выносливость, восстанавливает силу. Если вы отправились в долгий поход и устали, начните дышать в таком ритме. Вы заметите, как появятся силы и придёт лёгкость в движении. Также это дыхание можно использовать для отдыха между физическими нагрузками. Второе – дыхание медведя. Длинный вдох – 7 секунд и короткий выдох – 1 секунда. Этот вид дыхания развивает физическую и энергетическую силу. Применяется в тренировках на прокачку тела. Возьмём, например, обычное отжимание. Со вдохом медленно опускаемся до пола. С выдохом резко поднимаемся. Либо практики по набору энергии. Со вдохом собираем энергию. С выдохом запечатываем в своём энергополе. Также можно работать с желаниями и планами. Третье – дыхание волка. Короткий вдох и короткий выдох. Меньше секунды. Считается, что этот вид дыхания заживляет раны, вылечивает больные органы, помогает пережить шоковое состояние, охлаждает тело. В йоге используют для раскачки энергии. В техниках холотропного дыхания – для перехода в изменённое состояние сознания. Такое дыхание нельзя делать часто, так как наступает передозировка кислорода, и это сильно вредит организму. После дыхания волка нужно обязательно делать задержки дыхания, чтобы восстановить норму углекислого газа в организме. Четвёртое – дыхание змеи или черепахи. Длинный вдох и такой же длинный выдох. 10 секунд и более. Это дыхание – жизнь и долголетие. Оно выравнивает и балансирует физиологические процессы, очищает сознание, избавляет от внутреннего диалога, погружает человека вглубь себя. Именно это дыхание применяют в медитации, а также для расслабления психики, например, перед сном. Как мы уже говорили, во время дыхания мы потребляем жизненную энергию. Наше дыхание напрямую влияет на нашу жизнь. Чем более глубоким оно будет, тем больше энергии мы получим извне. Чем дольше воздух находится в лёгких, тем больше энергии удастся усвоить. А это, в свою очередь, обеспечивает более гармоничную, эффективную и продолжительную жизнь. Представьте себе озеро, из которого нужно набрать воды. Можно делать это кружкой и полдня бегать к озеру, чтобы набрать нужное количество. А можно набирать воду ведром и, таким образом, набрать нужное количество быстрее и потратив на это меньшее количество энергии. То же самое происходит с дыханием. Существует мнение, что большинство наших проблем возникает от неправильного питания. Во многом это действительно так. Дыхание также можно отнести к питанию, просто происходящему с помощью другого способа поглощения энергии. Поэтому механизмы очищения органов дыхания сродни процессам очищения органов пищеварения. К примеру, если человек дышит верхним дыханием, совершенно очевидно, что процесс очищения организма от углекислого газа и прочих продуктов жизнедеятельности клеток не происходит. Наш организм — единая система, и если отрегулировать правильность и качество своего дыхания, то это обязательно окажет положительное влияние на все органы. Осознание